Ла-ла-ла Ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла 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 Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Академик Стекляшкин, и я расскажу вам о самых настоящих чудесах, которые можно совершить с помощью науки. Как быть, если вам срочно понадобился стаканчик, а под рукой его нет? Ответ прост. Нужно сделать его в технике оригами. Оригами – это искусство бумажной пластики, родившееся в Японии. Несмотря на то, что сама бумага появилась в Китае, именно в стране восходящего солнца догадались складывать из нее удивительные фигурки. Кроме того, записки, сложенные в форме бабочки, журавля, цветка или абстрактной геометрической фигуры, были символом дружбы или доброго пожелания для любимого человека. Порой им удавалось выразить больше, чем это можно сделать словами. Для изготовления стаканчика нам понадобится самый обыкновенный бумажный листок. Квадратный. Большинство моделей оригами делается именно из квадратных листочков бумаги. Этот квадратный листик мы складываем пополам, вот так, чтобы у нас получился треугольник. Затем, друзья мои, нам нужно наметить на одной из сторон треугольника серединку. Сделать это очень просто. Делаем вот такое вот складывание. Эта линия нам не нужна, но зато мы знаем точку, где у нас середина стороны треугольника, вот здесь. И именно к этой точке мы сейчас подтягиваем противоположный уголочек нашего треугольника. Вот такое получается интересное сложение. Наш стаканчик, между прочим, почти готов. Осталось лишь загнуть еще один уголок и нужно заправить лепесточки, которые находятся в верхней части стакана. Вот у нас образовался при складывании небольшой кармашек. Вот как раз сюда мы и заправляем один из этих треугольных лепесточков. Второй треугольничек мы просто загибаем в противоположную сторону и расправляем получившиеся изделия в технике орегами. Наш стаканчик готов. Конечно, такой бумажный стаканчик будет одноразовым, использовать его несколько раз не получится, но некоторое время воду он будет держать вполне достаточно, чтобы напиться. По одной из версий, изобретение хлопушек принадлежит британскому кондитеру Томасу Смиту. Однажды он проводил Рождество в Париже, где наблюдал за работой французских коллег. Во Франции в то время существовала традиция заворачивать миндальные сладости в праздничную упаковочную бумагу. Маленькими сладкими свертками украшали елки, а также дарили их друг другу в качестве сувениров. Томас Смит наладил производство таких же миндальных свертков в Британии, где их быстро полюбили покупатели. Спустя полтора десятка лет британский кондитер предложил искушенной публике новую забавную игрушку. При открывании из нее вылетали искры. Происходил громкий хлопок, а внутри находился какой-нибудь сюрприз. Маленькое кондитерское изделие, лесовой платок или головоломка. А для того, чтобы сделать хлопушку, мы возьмем уже прямоугольный листок бумаги и размером побольше, формата А3. Первую линию сгиба сделаем посередине. Складываем листочек бумаги вот так вот пополам. Теперь следующие линии сгибов у нас будут вот здесь. Мы складываем уголочки с каждой стороны листа вот примерно так, как мы складываем бумажный самолетик. Я думаю, что многие из вас умеют делать эту несложную подделку. Но это будет вовсе не самолетик, потому что с другой стороны листочка мы точно так же делаем нужные загибы. К центральной линии, которую мы наметили раньше, два уголка загибаем. Теперь получившуюся фигуру складываем пополам. Уголочек к уголочку. У нас получается вот такой вот пятиугольник. После этого еще раз пополам, но уже в другом направлении. Получаем четырехугольник, похожий на такой остроносый ботинок. И теперь самый сложный момент, друзья мои. Вот вы можете не поверить, но наша хлопушка на самом деле уже почти готова. Осталось нам только зарядить ее кармашки, заправить звуковые клапаны нашего будущего изделия. Аккуратненько в один из кармашков, который у нас получился, мы засовываем ладошку. И этот самый кармашек вот так вот расплющиваем. Получается квадратик, который мы складываем пополам в треугольничек. То же самое мы проделываем с еще одним кармашком. Вот он. Его нужно завернуть, то есть заправить уголок вовнутрь. Аккуратненько разворачиваем его ладошкой, расплющиваем на столе. И снова складываем вот в такой вот треугольничек. Вот теперь у нас получилась уже готовая сложенная хлопушка. Самое главное не перепутать, где у хлопушки ручка. Вот здесь находятся кармашечки, которые будут расправляться при каждом хлопке, при каждом выстреле. А с этой стороны ручка, за которую мы будем хлопушку держать. Ну, особо интересный эффект будет, если сразу несколько или несколько десятков таких хлопушек сработают одновременно. Давайте попробуем. Я надеюсь, что никто из вас не испугается такого выстрела хлопушки. После каждого срабатывания нам нужно снова заправить уголочки наших звуковых клапанов. Это сделать очень просто. Если, конечно, вашу хлопушку не разворотило взрывом окончательно. Попробуем хлопнуть еще раз. Ну, даже это, друзья мои, наверное, не самое интересное. Самое интересное отправиться в магазин, где продаются канцелярские товары. Ручки, тетради, книжки. И найти там большой-пребольшой лист белой бумаги. Ватмана. Вот из такой бумаги я как раз и сложил хлопушку. Вы тоже сможете повторить сами такое оригами и попробовать сделать большой-пребольшой бабах. Ну что, друзья, выстрелим нашей хлопушкой. О, вот это уже был хороший звук. Снова заряжаем наши звуковые клапаны. Как видим, хлопушка – это изделие многоразовое. Можно развлекаться сколько угодно долго, пока она не порвется окончательно. Есть теория, согласно которой нельзя сложить лист бумаги более восьми раз. О ней в свое время узнала американская школьница Бритни Гелливан. В результате разгадка сложенного листа вылилась в ее научный проект. Порядком намучившись, в 2001 году девочка сложила лист золотой фольги 12 раз. Разгадка лежала в самой формулировке задачи. Обычно все, кто берется складывать бумагу, делают это, поворачивая лист каждый раз после очередного загиба. А Бритни предложила сначала сложить вдоль одной стороны, собрав некое подобие гармошки. Затем начинать складывать вдоль другой стороны. Итак, друзья, мы с вами можем попытаться подтвердить или наоборот опровергнуть это предположение. Как считают многие люди, ни один лист бумаги нельзя сложить подряд в два раза больше, чем в восемь раз. Складываем бумагу пополам один раз. Это очень просто. Складываем бумажный лист второй раз. Уже два сгиба у нас. Третий раз пополам. Четвертый. Ну, пока что получается. Напомню, не более чем в восемь раз. Пятый. Друзья мои, шестой у нас дается сгиб уже с большим трудом. Седьмой раз согнуть бумагу невозможно. Мы складываем бумагу пополам. Поэтому, как мы видим, толщина бумаги начинает играть довольно заметную роль. Вроде бы лист бумаги тоненький, но когда бумага сложена несколько раз пополам, то уже толщина эта, как торт Наполеон, начинает расти в геометрической прогрессии, как сказали бы математики. Давайте мы возьмем лист побольше. Наверное, наш листик был слишком маленький. Несколько листов газеты мы склеили вот таким вот образом. По-моему, достаточно огромный лист. Я думаю, что его можно попытаться сложить пополам больше, чем в восемь раз. Давайте попробуем. Итак, первый сгиб. О, тут вообще хорошо все идет. Поначалу, по крайней мере. Второй сгиб. Ну, даже, друзья мои, в отличие от предыдущего листочка, третий, четвертый, нам даются без труда. Четыре раза сложили пополам. Пять. Шесть. Семь. Друзья мои, в восьмой раз уже дается нам с огромным трудом. Я не знаю, можно считать это сложением пополам. Ну, допустим, допустим, с такой натяжкой восемь. Сложить девятый раз пополам уже не получается. Вы можете попробовать сами. Может быть, если лист будет очень большой и очень тонкий, то у вас все получится. Попробуйте. Дима Алексеев задает нам вопрос. Правда ли, что шум ветра в хвойном и лиственном лесу разный? Да, Дмитрий, это действительно так. Ведь в хвойном лесу ветер разбивается на многочисленные маленькие вихри, которые следуют один за другим. И поэтому звук ветра получается как бы свистящий. Ну, а в лиственном лесу ветер разделяется на стройки. К тому же деревья, точнее, листва деревьев трется друг от друга, шуршит, шелестит, и шум ветра там совсем другой. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте их в нашу группу ВКонтакте. На самые интересные я отвечу в эфире канала «Улыбка ребенка». С вами был Академик Стекляшкин. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!